И так, ну что ж, ариару мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покрытый слугам Амору, и это великолепная сборочка Minecraft Stone Block 3. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в какой-то мере изменения. Я тут лазил по сборочке, я ее изучал и в общем пришел к очень таким интересным выводам, то что неплохо было бы начать расширение. И я так вот постепенно и начал выкапывать большой длинный туннель. Вон он длится и он длится реально на очень большое количество блоков, примерно здесь их около тысячи. По мере прохождения этого пути я находил разнообразные данжи, один из которых я даже посетил, второй я не посещал, но возможно мы сделаем это в этой серии. Мои раскопки продолжали до тех пор, пока я не нашел Незер Мир. В этом Незере нам предстоит еще очень много всякого разного изучать, как минимум нам там нужно найти блейзов, которые очень сильно бы пригодились мне в дальнейших изучениях этой сборочки. Как вы понимаете, копать тысячу блоков обычной даже киркой, даже используя молот 3х3, был бы невероятным качеством и тратой своего времени. Поэтому я использовал вот этот вот предмет, майнинг гаджет МК3, который до безумия просто крафтится, у нас все давно эти предметы были. И также я его проапгрейдил благодаря апгрейдам, которые тоже достаточно очень просто крафтятся. И теперь он может копать на достаточно большие расстояния и достаточно большие количества блоков. Что в принципе и было моей целью, ведь моя цель как ни странно была выкопать гигантский туннель. Единственная сложность в изучении этого самого предмета составляла в том, чтобы его запитывать. Я раньше запитывал его с помощью вот этого альтернатора из заряжательной станции, которая стоит вон там. Но как вы понимаете, 45 FE затик, это нет ничего, если нам нужно запитать здесь 10 миллионов RF затик. Чисто для справки, RF и FE примерно одно и то же. В целях найти большее количество кинетического момента и переработки его в FE энергию, я модернизировал даже вот этот наш уголок. Сейчас здесь стоят 4 бойлера, которые в общей сложности приносят нам 8000 кинетического момента. И за счет этого у нас здесь питаются некоторые машины. То есть сюда я перенес машину, которая позволяет мне с помощью наждачной бумаги там что-то сделать с кварцем и редстоуном. Здесь обычный гринстоун стоит и сюда также перенеслась машина по переработке наших вот этих вот микросхем, которые мы можем потом использовать. Это все было перенесено из этой базы чисто для эстетического удовольствия. И если у нас здесь есть халявный кинетический момент, почему бы им не воспользоваться? Но воспользоваться им в полной мере мне не вышло. Так же, как мне не вышло перенести этот альтернатор сюда. Здесь он, получается, перерабатывает нам, по-моему, около 140 FE затих, что, как вы понимаете, тоже ничтожно мало. И использовать его таким образом просто невероятное кончувство. Поэтому я пришел к единственному верному решению начать выработку энергии в альтернативном формате. И в этом мне помогли, как ни странно, стерлинг-генераторы. И для этого я построил одну ячейку этих самых генераторов. У нас здесь их 40 штук, что в общей сложности на пике выработки нам приносит 1600 RF затих. Это все возможно благодаря тому, что ферма дерева, благодаря обсидианам, печкам и эндерсундукам, перерабатывается в обычный древесный уголь, который уже и запитывает всю эту систему. По-хорошему, здесь нужно было бы разместить несколько этих систем. Но, в принципе, меня и одна устраивает. Так, благодаря чему мне получилось запитать с помощью мода Flux Network эту зарядную станцию. И я думаю, это более чем успешно. В Flux Network нет вообще ничего сложного, учитывая то, что я его когда-то распакивал в одних с предыдущих сборках. Все вот эти вот предметы, которые здесь соединены, они нам выпадали, по-моему, из квестовых предметов по две штуки. Плаги принимают энергию, а поинты ее отдают. Благодаря моду Pipers вся энергия из этих генераторов забирается. И передается на любой приемник, который мы можем разместить на любом удалении от этого. Благодаря чему мне получилось вот здесь организовать начальную ME-систему, уже вот в таком привычном для нас формате. И начать немножечко систему автокрафта. Банально я сделал здесь себе автокрафт для 64К панелей. Причем не полный автокрафт, а полуавтоматический. Потому что мы до сих пор не можем здесь делать полноценно процессоры, которые необходимы для крафта. Но в этом нет ничего критического, ведь скоро мы сможем это делать целиком и полностью. Также во время экспериментов я выяснил то, что выработка FE энергии при помощи ModoCreate в этой сборочке немножечко задаунгрейзерной. В результате чего использовать выработку FE энергии даже с помощью стерлингенераторов не является чем-то нормальным. Ведь здесь есть более удобные способы выработки кинетического момента. Сейчас мы крафтим один из очередных блоков. Этот блок называется электрический мотор. И он служит для того, чтобы перерабатывать FE энергию в крутящийся момент. Давайте возьмем отсюда стрессометр. И в качестве примера, то есть получается вот здесь у нас будет выходить этот момент. И я его включу, пожалуй, на полную. 256 оборотов. И нам как раз нужен флакспоинт любой. Сейчас я его, получается, запитываю. Здесь у нас должна быть выбрана сеть. И получается отсюда выходит та необходимое количество энергии для того, чтобы у нас электрический мотор работал. И таким образом буквально из воздуха у нас получается вырабатывать 8000 крутящегося момента. Один вот такой вот мотор способен заменить все вот эти вот расположенные здесь генераторы. Вот эти вот, которые здесь размещены. У меня просто нет слов, как это эффективно и как это все работает. Правда, я согласен с вами, то что использовать стерлинг-генераторы в качестве выработки энергии не очень-то эффективно. А все из-за их непостоянности и прожорливости. Но рано или поздно я уверен, что мы придем к более эффективным и альтернативным источникам энергии. На эту же серию у меня были грандиозные планы. И начать я бы хотел с нескольких модификаций, которые здесь у меня есть. А именно вернуться к вкладочке Mob Grinding Units. Здесь у меня есть вкладочка. Не хотели бы вы желейных мишек? Как выяснилось потом, желейные мишки нам нужны для того, чтобы создавать сингулярности, которые потребуются нам для создания опять-таки каталиста. И желейные мишки на самом деле должны создаваться легко. И в принципе у нас должно быть уже все готово для их создания. Создаю EXP Solid Differ. И получается мне для них нужна еще пресс-форма. Но для этого нужно обычное ведро. Ведро жидкого опыта. И создаем эту самую формочку. Которая по идее должна переделываться для формочки желейных мишек. Теперь я не знаю, как это должно быть расположено. У меня здесь есть новый вид вороночки, который именно собирает здесь весь накопленный опыт. И по идее он должен его отдавать. Сейчас мы попробуем это сверху разместить. Так, чтобы вверх он отдавал жидкость. И да, здесь жидкость появляется. И получается вот таким вот образом здесь делаем он. И у нас начали появляться желейные мишки. Которые их отсюда мы должны как-нибудь забирать. И допустим в какой-нибудь дровер складировать. Что в принципе достаточно легко сейчас сделать. И готово. И все мишки начинают успешно здесь складироваться. Опыта у нас здесь очень много. Так что не переживаем за эту тему. Учитывая то, что за время проведенное мной в АФК у меня уже 300 уровень. Я надеюсь, что так у нас получится этих мишек пока в АФК режиме складировать. И квест мы можем забирать. Следом, что бы мне хотелось сделать. Это такая небольшая мультиблочная структура, которая позволит нам создавать машины внутри других машин. И это можно сделать с помощью файлит прожекторов. Мы создаем сначала вот такие вот базы для прожекторов. Мы их должны получается разместить каким-нибудь вот таким вот образом, чтобы они организовывали крест между собой. Вот заработала структура. Получается минимальное, как я понимаю, расстояние для того, чтобы создать какую-либо структуру. Но в любом случае, нам для того, чтобы создать компактную гигантскую машину, нам потребуется 98 вот таких вот элементов создать. То есть для этого нам нужно блоки железа, редстоун и кинуть сюда эндер перл. Достаточно легкие предметы. И я думаю, что у нас легко это сделать получится. Редстоун, блок железа и что-то как-то не работает. Опа, сработало. Секрет, оказывается, был в том, чтобы разместить это на блок выше. И тогда все обязательно будет работать. Сейчас же мне нужно просто накрафтить побольше этих компактных машин. У меня вроде есть необходимое количество этих блоков для того, чтобы произвести крафт. Сейчас это я отсюда все забираю для того, чтобы переехать немножечко в место, где было бы побольше пространства. Ибо здесь нам его катастрофически не хватает. Скажем, примерно вот это место, я думаю, хватит. Как раз есть недалеко различные фермы мобов, немобов и всех на свете. Так что я думаю, этого будет достаточно. И никто не обидится, если мы немножечко здесь пространство подровняем. Как мне кажется, это прекрасная возможность как раз и использовать наш бур. Просто зажимая правую кнопку мыши, он выкапывает невероятного количества пространства. При этом еще и умудряясь размещать здесь источники света. Разместил я эти блоки. И у нас здесь, надеюсь, пространство есть 5 на 5. И мне нужно сейчас в этом точно убедиться и выкопав еще парочку блоков. Так, теперь я хочу попробовать разместить эти самые блоки необходимым нам образом. И последний блок. Должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит почему-то. Заработало. Ааа, заработало. Мне пришло здесь очень много чего понастроить для того, чтобы просто это заработало. Но оно работает. Теперь у нас есть компактная машина. Вся загвоздка была в том, что не нужно было расширять. Достаточно было и того масштаба, который был до этого. Просто нужно было расстолы сверху кинуть. И тогда бы все точно заработало. Но, к сожалению, мне пришлось здесь очень много всего выкопать. Но, тем не менее, главное, что у нас все это готово. Теперь у нас есть, получается, компактная машина гигантского уровня. Эту машину я, по идее, могу где-то вот здесь вот себе разместить. И использовать ее, как я захочу. И все. Я теперь в этой машине. И здесь у нас очень много пространства, которые мы можем использовать по назначению. Так, уходим отсюда. По крайней мере, это пространство я хочу использовать для того, чтобы выращивать здесь деревья. Для того, чтобы получать гораздо большее количество угля для стерлинг-генераторов. Сейчас, кстати, очень буду рад продемонстрировать, как работает наша вся эта система. Сейчас она, получается, максимально все потребляет у нас. И вот у нас как раз 1600 FE затик вырабатываемых. Здесь у нас в пределе и выходит. Как раз у нас, когда происходит пиковое потребление, у нас уголь начинает зажираться. Просто невообразимо в масштабах. И этой фермы дерева у нас точно не хватает. И нужно будет немножечко видоизменять систему выработки этого дерева. Чем я займусь именно за кадром. Сейчас же я хотел бы взять вооружиться мечом. И отправиться вот сюда вот. Попробовать здесь вот побегать, походить. Чтобы выяснить, что же здесь находится за монстры-то такие. И что это за данжа. Получается, эта равнина на минус 25 высоте находит. Вон и данж. И по-хорошему мне нужно как-то аккуратненько здесь спуститься. Вот виднеется у нас очертание уже данжа. И пока что я не вижу здесь никого, кто мог бы составить нам конкуренцию. А вот привет, ребят. Класс. Что-то мне рассказывает, что это будут очень долгие похождения по данжу. Тут очень много разных сундуков. Но тут валяется какой-то побольше часть бесполезный лут, наверное. Но я уверен, что по-любому можно будет найти что-нибудь полезненькое. Я точно уверен, что мне потребуется гигантское количество грибов на будущие крафты. Ведь я уже находил крафтов, где их нужно. Поэтому, пожалуй, я их буду собирать. Пока ничего особо интересного я не вижу на самом деле. А вот это интересно. Алхимический уголь, золотая морковка. Спасибо большое. Темная материя, неплохо. Знаете, я тут подумал, что-то мне разонравилось здесь бегать. Наверное, это последняя комната, в которую я посещаю. И дальше посмотрим, что будет. Здесь, оказывается, есть сундуки с ловушками. Сейчас нужно эти спавнеры сначала сломать. Хотя тут спавнер с ведьмой. Вроде как она потом пригодится. Так что я ее ломать не буду. Вроде спавнер с медиумами можно потом использовать в Blood Magic. Который здесь тоже установлен. И сундуки с ловушками я, конечно же, тоже сразу ломаю. Деревянная лопата на зачарование телепортации. Допустим. Я, пожалуй, тут достаточно много исследовал. Чтобы понять, что мне тут не особо рады. И, пожалуй, пойдем отсюда поскорее. Дом, милый дом. Здравствуй. Как мне нравится, когда мобы сами умирают там у себя где-то в пещерах. И никак ко мне не конфликтуют. Так, получается, некоторые квесты я выполнил. И сейчас я хотел дальше продолжить изучение границ мира. Для этого мне потребуется мана-гаджет. Не странно. И продолжить вот сюда вот путешествие. Для того, чтобы выйти в, наконец-то, в адские недра. Вот у меня конец туннеля. И вот та самая ачивка, полученная за то, что я добрался до Незера. Но это не сам Незер, а только его подступы. Но какая ведь разница? Ведь Незер мы уже нашли. Только к нему нужно копаться все глубже и глубже. И это будет не быстрое путешествие. Моя цель здесь найти, это несколько вещей. Первая вещь, это визор скелета, как ни странно. Для того, чтобы найти их спавнер хорошему. А также, помимо их спавнера, у меня есть такой вот волшебный соул шард. Который я мог бы сам сделать из них спавнер. Вместо того, чтобы их пытаться искать. И мне кажется, это самый лучший будет вариант для меня. А помимо того, чтобы найти визор скелетов, было бы неплохо найти побольше лейзов. А также их спавнер тоже. Ведь их крови очень сильно много понадобится. А также понадобится очень много их лейз родов для дальнейших исследований. И как мне кажется, я их уже вижу у себя на мини-карте. В принципе, можно туда сейчас выдвигаться потихоньку. А вот и я нашел какой-то данж уже. Так, сразу же я, наверное, приготовлюсь для того, чтобы попробовать заполучить себе визор скелета. Для этого мне понадобится соул шард. И первым делом здесь понадобится убить этого визор скелета. А, вот они, привет. Убиваем, убиваем. Да, у нас получается здесь 10 уже душ находится в визор скелета. Все потому, что у нас меч за вечером на соул итер. То есть при убийстве одного моба у нас несколько душ захватывается. И потом из одного такого кристалла я смогу получить себе потом спавнер этих самых визор скелетов. Но для начала неплохо было бы выжить. А тут, кстати, в сундуках нам достаточно более приятные ресурсы находятся. Ага, привет, мой хороший. Кондезитовые осколки. Васта я по большей части тоже искал. Этого на самом деле очень сильно не хватало. Благодаря этим осколкам я смогу здесь очень много чего делать. И, ну, в принципе, мне сейчас ничего другого не остается, кроме как фармить этих визор скелетов, попробовать. Хотя бы на один спавнер. И уже такие предметы в сундуках. Вперед на поиски. Вау. Это прям не ожидал. Визор розы. Прям спасибо. Полезный очень сильный подгон. Шесть нозеритовых обломков. Это что такое? Еще обломки. Ты понимаешь, чем дальше в данж, тем полезнее лут находится здесь. Привет, тебя, родимый, я и искал на самом деле. Твой спавнер был целью моего вот этого вот поиска выживания здесь. И я очень сильно рад, что я тебя здесь нашел. Пускай не в самом удачном месте. Но это классно, что здесь ты хотя бы есть. Спавнер визор скелетов. Надо сейчас здесь себе обустроить немножечко пространство для того, чтобы было удобно все это лутать. И вот начался фарм. Очень немножечко, очень по чуть-чуть. Но главное, что он начался. И, кстати, очень много всего интересного падает. И у нас тем временем кристалл уже первого уровня. Это значит, что мы сможем его скоро поднять и до второго, и до третьего уровня. Но я думаю, это потребует большого количества убитых мобов. И сейчас у нас не так много времени. Так что я думаю, обойдемся пока что третьим уровнем. И вот у нас уже третий уровень кристалла. Я думаю, этого пока что хватит. И можно постепенно выбираться домой. Сейчас мне предстоит очень непростая задача. Не нужно будет вспомнить, как сделать именно этот спавнер для того, чтобы поместить туда именно этот кристалл. Ну, допустим, решетка это несложно. А слиточки это что-то очень сверхординарное. Так, ну, допустим, песок душа это мы пережарим. А, ну и это тоже достаточно легко делается. Почему-то я думал, что это будет сложнее. Заполучаем себе небольшое количество вайлдаст. Четыре слиточки делаем. И делаем спавнер. Сейчас, получается, этот спавнер я должен буду разместить себе где-нибудь вот в этой коробочке. Так, чтобы меня еще не прихлопнули при этом мобы. Будет, конечно, непросто, но я попытаюсь. Попадайте, кто умер от собственной же мобы-дробилки. Правильно? Это же я. Как мне кажется, самым разумным вариантом в этой вотханалии, который происходит у меня ежесекундно в спавнере, будет разместить визор скелетов где-нибудь вот в этой части. Скажем, вот здесь вот, получается, размещаем спавнер, засовываем в него кристалл. И у нас пошли спавнятся эти мобы. Только нужно сейчас не забыть о том, чтобы разместить на поверхности этого кристалла какие-нибудь блоки, наверное. Чтобы наши мобы, наверное, не застревали. По идее, теперь они больше здесь спавнятся не будут, ибо им незачем. Итак, наша коробочка теперь модифицирована, и там гигантский должен быть спавн визор скелетов. Я надеюсь. И получается, да, у нас уже пошли здесь появляться наши визор головы, которые будут у нас успешно складироваться. Но вместе с этим у нас получается гигантский еще прирост различного рода материалов, которые падают с этих визор скелетов. Я боюсь то, что, возможно, будет такой момент, что у нас не будет справляться сортировка, но все-таки буду надеяться на лучшее. Но тогда в таком случае, на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Мне предстоит еще куча работы за кадром, начиная даже банально с экспериментов с выработкой нашей будущей RF-энергии, и заканчивая доделыванием разнообразного рода сортировкой и проблем, которые могут здесь возникнуть. Ну и в таком случае, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш покорн, слуга Мамору. Еще услышимся.